Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 4 июля, Православная Церковь совершает память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона. Преподобный Иулий Пресвитер и Иулиан Диакон, родные братья, были уроженцами Мирмидони. За добродетельную жизнь святой Иулий был рукоположен во священника, а его брат в сан Диакона. Движимые ревностью к распространению христианской веры, святые братья получили разрешение на постройку церкви и отправились на проповедь в глухие места Востока и Запада Римской империи, где еще существовали идольские капища и совершались жертвоприношения кумирам. Пройдя несколько стран, они обратили христианство многих язычников, убеждая их не только словом, но и многочисленными чудесами. В Константинополе они обратились к благочестивому императору Феодосию-младшему с просьбой воздвигать храмы на месте языческих капищ. Получив благословение патриарха и разрешение императора, святые братья построили много храмов. Население считало своей обязанностью помогать им в этом святом деле. Однажды какие-то люди проезжали мимо строившейся церкви, опасаясь, что их начнут уговаривать принять участие в работе, они пошли на обман, чтобы быстрее миновать это место. Один из них притворился мертвым, и когда святой Иулий пригласил их принять участие в труде, они отговорились тем, что везут хоронить мертвеца. Святой спросил, не лжете ли вы, чадо? Проезжие стояли на своем. Тогда преподобный Иулиан сказал им, так пусть же будет вам по слову вашему. Отъехав на некоторое расстояние, они увидели, что мнимый мертвец действительно умер. Никто больше не смел лгать святым братьям. Провидя скорую кончину, святой Иулий отправился на поиски места для постройки сотой по счету церкви, которую он считал последней. Дойдя до озера Мукорос, он увидел на середине его красивый остров. Из-за громадного количества плодившихся на нем змей, никто не мог там поселиться. Преподобный Иулий решил построить на этом острове церковь. Помолившись, он как на лодке, приплыл к острову на своей мантии и водрузил на нем крест. Именем Божиим святой подвижник приказал всем змеям собраться к нему и повелел уйти с острова, предоставив его для Дома Божия и рабов Христовых. Все ядовитые гады уползли в озеро и, переплыв его, обосновались на горе Камункен. Святой Иулий заложил на острове церковь в честь святых двенадцати апостолов. В это время его брат, святой Иулиан, закончил постройку церкви около города Гавдиана и решил устроить при церкви гробницу для своего брата Иулия. Преподобный Иулий навестил своего брата и при встрече советовал ему спешить с постройкой гробницы, пророчески предсказав, что ему же предстоит лежать в ней. Действительно, святой Иулиан Диакон вскоре скончался и был погребен в построенной им гробнице. Преподобный Иулий Пресвитер с честью совершил погребение брата и возвратился на остров, где вскоре приставился и был погребен в созданной им церкви двенадцати апостолов. От его гроба многие больные получали исцеление. Блаженная кончина святых братьев последовала в первой половине V века. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученика Иулиана Тарсийского, празднуется обретение мощей преподобного Максима Грека, священномученика Тертия, епископа Иконийского, мучеников Арчила II царя Иверского и Луарсаба II царя Картолинского. Священномученика Иоанна Будрина Пресвитера, преподобного Георгия Лаврова, исповедника, архимандрита Даниловского. Священномучеников Алексея Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова Пресвитеров, преподобномученика Ионы Санкова и Ромонаха, мученика Никиты Сухарева. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok